Музыка Да, а при чем здесь отталкивание Земли, собственно говоря? Как она проявляется? В каком механизме? В механизме оно может проявиться только в таком, если бы у нас не было вселенских тел, если бы у нас была просто система Земля и Луна, а внешних тел не было, не было бы галактик, тогда бы у нас Луна удалялась от Земли постоянно. Ну, не было бы, наверное, ну так, и пространства. Нет, подождите, подождите. Вот тут как раз большой, получается, нюанс. То есть, выходит так, что пространство, самая, как по себе наполненная энергетическая суть, да, приталкивает к центру, ну, к массивным, скажем так. Некорректная постановка вопроса. Материя, расположенная в пространстве, приталкивает все тела друг к другу. Материя ли? Материя. Если вы прикладываете силу не от материального объекта, вопрос, от чего вы ее собрались прикладывать? Вы ее силу можете приложить только от одной материи к другой. Все, вариантов нет. Почему же нет? От чего вы можете приложить силу, если не от материи? А куда делалось пространство, собственно говоря, с его энергонаполненностью? Пожалуйста. Энергонаполненность пространства. Вот это образная, очень поэтическая такая вещь. У нас есть пространство. В нем есть материя. Ну, как проявленная часть. Вы можете трактовать материю как энергию, но это не совсем корректная трактовка. Вы можете, допустим, через массу выходить на энергию, но масса, опять же, присуща материи. Ну, вот тут есть такой момент, опять же. У меня есть своя трактовка энергии. Энергия, по сути дела, видимая, детектируемая, по моему мнению, это структурированная энергия. То есть, если взять пространство, как некое заполненное энергетическое строение из всеволновых, всевекторных, всеразмерных и т.д. и т.п., причем в бесконечном выражении вверх и вниз энергии, то энергия детектируемая, это структурированная энергия в нашем материальном мире. Ну, вот, грубо, давайте на простых примерах. Вот есть квартира. В квартире есть стены, есть мебель. Мебель – это материя. Кубометры – это пространство. Ну, да. Ну, мы отталкиваемся от понятных. Вот, вы можете трактовать ваши стены и вашу мебель, как сгустки энергии. Пожалуйста. Эта энергия вам может по всей квартире, эта материя может по всей квартире распространять поля. Поля тоже материальные. Вот, допустим, от вашего стола распространяются по квартире поля. Ну, а распространяются они по кубометрам пространства. То есть, у нас отдельно сущность пространства, отдельно материя. И уже все полевые дела, все энергетические дела, они у нас расположены в пространстве, но связаны с материей. С вещественной материей. Хорошо. Смотрите. Такой момент. Рассмотрим Луну и Землю, а, наверное, Землю и Солнце, так вот, корректнее. Да? Ну, если взять по аналогии с микромером. В Солнце есть основная массивная составляющая Солнечной системы. То есть, поворачиваясь, как бы, одной стороной к Солнцу, объект на Земле должен бы как-то изменять свой вес, вот если так. Потому что это основной доставщик той самой энергии приталкивающей. То есть, он должен бы становиться тяжелее, по идее, да? Но ведь этого не происходит. Конечная мысль, в чем суть идеи. У нас Земля находится в равновесии. Есть центробежная сила. Она, собственно, равноприменима ко всем объектам на Земле. У нас каждая горошина движется вокруг Солнца. Правильно? Да, правильно, конечно, да. То есть, есть равенство сил. Тяготение и... Тут, как бы, можно в эти детали углубляться. Там все решения простые, как бы, все это описывается. Фундаментально разногласие-то в чем? У вас, как я понял, другое видение, но оно, мне кажется, не совсем корректно, потому что все-таки насыщение энергией пространства, оно подразумевает привязку, принадлежность этой энергии все равно каким-то объектам. К материальным, в моем понимании. А вы привязываете их к пространству, ну, это некорректно с точки зрения логики. Трудно сказать. Смотрите, какая интересная получается вещь. Просто вот анализ, скажем, той же таблицы химических предметов показывает, что таблица достаточно стыдна, огромные там промежутки, да. Между тем, она построена на четкой микромонической основе какой-то. Так. Прослеживаются прекрасные гармонии. Более того, я вот сейчас там немножечко озвучиваю табличку, каким-то делюсь, может, выражу. В звуках это выражается прекрасно. Ну, все замечательно. Предположить, что вот эта материя, заключенная, грубо говоря, в этой таблице химических элементов, есть суть пространства, да, превращенная как в материю, как интерпретированная в материю. Ну, на языке не поврали. Я не понимаю вообще этого тезиса суть пространства. Пространство и материя – это просто фундаментально разные вещи. Вот вообще фундаментально разные вещи. Материя расположена в пространстве. Но пространство не является материей. Нет, ну это понятно. А как вот это вот все, предыдущий тезис, он мне вообще непонятен, не кажется корректным? Ну, могу попроще сказать. Ну, в материи есть часть пространства. Вот уже некорректно. Некорректно. Материя не часть пространства. Материя – это объект, расположенный в пространстве. Часть пространства и… Ну, вот вы… Вы можете занимать объем, можете не занимать объем. От того, что вы его не занимаете или занимаете, вы не становитесь частью пространства. Вы не становитесь частью квартиры. Вы находитесь в квартире, но вы не ее часть. Да, но если предположить, скажем, что пространство – это облако тумана, а капельки росы, которые конденсируются – это материя, то, в общем, запросто предположить… Пространство, облако тумана, вы сразу просто… Говорите, если предположить, что пространство – это материя в виде облака тумана. Ну, это некорректное предположение в плане логики. Ну, согласен. Корректное это сразу, корректное. Поле – это форма материи, не дискретная. Не дискретная, вот, вот. То есть, плавно мы переходим от дискретной материи к не дискретной материи. Ну, да. Как плавно переходим? В смысле? Ну, плавно, потому что загаре начинается дискретная, а начинается не дискретная. То есть, заграни проявленная наша материя. Я же говорю, что мы как бы… Ну, поле, оно есть вне зависимости от сценария тяготения. Что оно на притяжении есть поле, что на приталкивании оно есть поле. Механизм-то, собственно, полевой в обоих случаях. Что вам и по той версии придется воспринимать, как-то поле с мозгом согласовывать, что по этой. Ну, не дискретно оно по причине того, что выходит за рамки нашей дискретизации, да, чистоты дискретизации. Нет. Фундаментально не дискретно. Фундаментально не дискретно. Да. А на чем основывается такой постулат? Ну, вот, это не постулат. Это не постулат. Ну, есть объект. Вы можете край объекта обнаружить. Ну, вот, допустим, перед вами палка. Вы конец палки можете обнаружить. Ну, да. Ну, конец поля, да, я знаю, что если не поле бесконечно, оно уменьшается с расстоянием всего лишь, ослабляется и так далее. Если мы пойдем внутрь палки, мы обнаружим отдельные дискретные объекты. Из чего состоит палка. Она там у нас состоит из атома, да? Если мы полезем вглубь, мы обнаружим, что между там атомами, между... У нас появляется пустота, которая заполнена, собственно, полем. Собственно, поверхность атома, это у нас есть граница, созданная полем, в общем, силовом, в этом балансе Вселенной. которая нам дает границу атома. Вот мы видим такой кругляшок образно атома. Вот это вот у нас мы видим силовой уровень на поле. Так вот, не есть ли этот уровень, то есть самые границы, обозначающие границу материи, как-то, да, образно говоря? В смысле границу материи? То есть получается, ну, в буквальном смысле, нижнюю и верхнюю границу материи, от высокой до самой низкой частоты, от массы наилегчайшей, которая детектируется, до тяжелейшей. А за этими границами... Я, вот, очень нечеткие формулировки, я не могу за них логически зацепляться. Вот, когда вы говорите про частоту, ну, вот, представьте, ну, вот, давайте с полем, чтобы было понятно. Ну, да. Ну, ну, к примеру, возьмем единичную массу какую-то. Она окружена у нас полем. Поле, предположим, ну, чисто схему рассматриваем, теоретическую. Поле у нас отталкивает. Мы начинаем в эту единичную массу, в это поле, кидать какие-то мелкие объекты. Они у нас не могут проникнуть внутрь. Они на каком-то уровне у нас входят в поле и выплевываются, выталкиваются назад. Вот это у нас граница получается, визуальная. Но у нас поле на этой границе не окончается. У нас, как бы, это, скажем, уровень силового баланса. Что мы объект такой-то можем бросать в эту массу, поле будет оказывать, оказывать воздействие встречное и выталкивать наши дискретные объекты, которые мы бросали. В результате, визуально, мы будем видеть какой-то шарик с границей, куда у нас имеют доступ другие какие-то объекты. ну, если этот пример для вас нагляден. Ну, нагляден, да, конечно. Я понимаю, в совокупности все эти поля и будут создавать то общее поле, собственно, заполняющее пространство, да? Но оно в любом случае привязано к материи. Конечно, оно и само является материи, но оно привязано к вещественной материи, к частицам привязано, к дискретной материи. Поле, как не дискретная материя, оно привязано к дискретной материи. Получается так. Сразу приходит на ум тогда такое. Уж коли банка заполнена молоком, то банка это молоко. Нет здесь логики. Но, тем не менее, кроме молока в банку уже ничего не належит. Почему? Пожалуйста. Удалите молоко, налейте что-то в другое. А, так удалить можно? Ну, материал же мы не можем удалить из пространства. Так из одной части пространства мы удаляем, в другую. То есть материальная составляющая нашей материальной вселенной не есть все пространство. Ну, у нас есть какая-то средняя плотность и есть частная плотность. А что за границами минимальной, нулевой плотности? Да ничего. Вот эти вопросы, которые один цепляются за другой и... Ну, понятно. ...пот от своего разрешения. Ну, хорошо, что у нас такие вопросы возникают. Это хорошие вопросы. Это нормальные вообще вопросы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА